Добрый вечер, уважаемые слушатели, еще раз добрый вечер. Продолжаем бизнес-канал на ФинамФМ. Сейчас время сухого остатка. Меня по-прежнему зовет Олег Дмитриев. Мы сегодня обсуждаем текущую сфинацию на финансовых площадках. Тема следующая. Есть ли поводы для покупок, по крайней мере, вчера, позавчера. Такое ощущение было. Ну, не позавчера, а в пятницу, наверное, да? Такое ощущение было. Поищем их сегодня. Представляю моих гостей. И сегодня в студии Олег Абелев, руководитель аналитического отдела институтной компании Реком Траст. Добрый вечер, Олег. Добрый вечер. И Евгений Шаго, глава аналитического департамента, управляющий компанией Инго Страх Инвестиции. Добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, традиционно для вас телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495. 6510-99,6. Сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте вопросы, делитесь собственными наблюдениями. И делитесь, на самом деле, и поводами, которые вы видите для покупок на рынке акций отечественном, по крайней мере. Хотя, может быть, и на каком-то другом. Начиная наш эфир, традиционно картина маслом 1805 в Москве. И так, что происходит сегодня на основных финансовых рынках. Начинаю с рынка отечественного. Он сегодня, ну, не знаю, назвать ли это коррекцией, наверное, все-таки сложно. Хотя индекс РТС все-таки почти процент сегодня потерял. Вот. А индекс ММВБ? Нет, также 0,7 и тот и другой. И текущая котировка индекса РТС 1580, ММВБ 1516. Хотя, все-таки, наверное, посмотрим, как будет дальше. Так. Вяло-вяло сегодня торгуют. Ну, впрочем, вчерашнего неплохого роста, по крайней мере. Азиатские площадки. Индекс Nikkei сегодня по традиции прибавляет. Прибавил уже точнее. А европейцы также сегодня в небольшом минусе. Ну, что покажет американцы, мы посмотрим через полчаса с вами. Вчерашняя динамика была достаточно вялая. S&P 500 потерял чуть меньше 0,1%. Dow Jones вырос на ту же самую величину. Смотрим на сырьевые рынки и Форекс. Нефть марки Brent торгуется стабильно. Стабильнее некуда. Вообще, это удивительно. Нефть просто замерла на месте, по сути. Нефть марки Brent сейчас 110.95 немножко прибавляет. 110.95. Золото пошло в рост. И 1680 показывает сейчас, по крайней мере, текущую котировку. Прибавляет почти процент. Индикаторы валютного рынка. Опять-таки, после вчерашнего 1.34. Сейчас евро-доллар 1.33.40. Ну, и если поглядеть на графики, и опять-таки, некий намек, может быть, на ожидаемую коррекцию, можно было бы и назвать. А вот доллар-иена, да, после известных событий, все-таки 88.76 на коррекцию похоже. И основной набор голубых фишек. Сегодня в отрицательной, ну, по крайней мере, на 1806 сейчас, в отрицательной территории все заключения автоваза. Он прибавляет 1,5%. Все остальные под водой. Газпром минус процент. МТС минус процент. Ростелекол минус процент. Северсталь минус процент. В общем, все вот так. Забавно. Все минус процент, минус процент. И дальше вопрос. Есть ли поводы для покупок? Ну, по крайней мере, как заявлено сегодня у меня в теме программы. Ну, Олег, никуда не деться. Давай начнем. Есть ли поводы для покупок? Ну, безусловно, есть. Я думаю, что с той поры, когда мы с вами встречались в последний раз во второй декаде декабря, ситуация была гораздо более запутанной, нежели сейчас. Висел над нами этот домоклов меч и скального обрыва, назовем это так. Но, в принципе, как и ожидалось в последний день года, аккуратно там перед новогодними курантами все это разрешилось. Но вот вы справедливо вполне заметили, что рынок по-прежнему продолжает вести себя довольно вяло. И причин, на мой взгляд, этому две. Первая причина – это по-прежнему пока еще все-таки не восстановившиеся объемы торгов. Несмотря на то, что в первый день торговой года, 8-го числа, когда официально во всей стране еще был выходной, мы увидели гэп вверх. Ну, очевидно, что это отыгрывалось историей с фискальным обрывом. После этого больших изменений в объемах мы не видели. И, по всей видимости, этому причиной, как ситуация на рынке нефти, где, в общем, довольно такая вялая, стабильная ситуация остается, и чтобы там что-то произошло, видимо, нужны какие-то другие, иные факторы. Чтобы там что-то, извини, чтобы там что-то произошло, нужно, чтобы что-то произошло. Нужны факторы. Ну, либо это геополитика, когда нам преподносится очередной геополитический конфликт, либо это экономика. Но пока вот мы на протяжении последнего месяца прошлого года и начала года текущего ничего не слышали. И второй момент – это, конечно, если мы говорим о российском рынке, это, безусловно, пока недостаточное количество корпоративных идей, но они постепенно, кстати, начинают появляться. Вот, кстати, сегодня вы заметили, что автобаз растет, да, в отличие от остальных. Там все-таки какие-то новости там сегодня были, да. В принципе, постепенно, потихонечку рынок оживает. Можно сказать, что январь, кстати, традиционно для российского рынка месяц отнюдь не вялый. И даже в периоды кризисный и посткризисный январь традиционно, кстати, был отмечен довольно сильной активностью участников рынка. Поэтому я думаю, что еще пока не вечер, вот, я думаю, что в ближайшую неделю полторы, особенно когда пойдут результаты отчетов в США, где сезон отчетов стартовал, он только пока набирает обороты, в общем, это незамедлительно начнет отражаться на ситуации на площадках. И еще один последний момент. Если мы будем сравнивать положение дел на американском рынке, который, безусловно, сейчас является ведущим для, не только для российского, потому что для остальных площадок, если мы сравним так называемый индекс волатильности, ВИКС, да, индекс страха, его еще по-другому называют, с положением дел на американских фондовых площадках, мы увидим, что он достиг своего локального минимума, и по традиции такая ситуация характеризуется абсолютно точно выходом из этого диапазона, либо вверх, либо вниз. Вот куда, я думаю, характер отчетов, он покажет. Ну, то есть именно, несмотря на то, что индекс ВИКС снизился, да, на минимальном, то есть выход, тем не менее, в любую сторону может быть. Да, пробитие диапазона, да, вот, скажем так, преодоление этой ситуации, такое стагнирующее, оно по опыту предыдущих лет, если мы посмотрим сравнение индекса ВИКС, там, с индексом, там же, тем же S&P 500, да, там, с начала 90-х годов, то мы увидим, что неизбежно и в 90-х, и в нулевых такая ситуация, она повторяется с периодичностью раз в несколько лет, и она, вроде бы, всегда сопровождается довольно резким выходом из этого состояния. Куда, я думаю, что это будет зависеть, вот, в том числе и от характера отчетности, которая будет в США выходить. Я понял, спасибо. Женя, ну, вот, с твоей точки зрения, есть ли поводы для покупок? Ну, поводы, безусловно, есть, но пока что поводы достаточно слабые, то есть, если мы посмотрим на последнюю динамику притоков-оттоков фонда акций, вот, то был колоссальный приток в последнюю неделю, в первую неделю, скажем, этого года. Ну, и в единственную пока, да, единственную рабочую неделю, вот. Но этот приток пришелся на Россию совсем чуть-чуть из этого притока. То есть, Россию все по-прежнему воспринимают, как такой, скажем так, не первый очередной рынок. И все идут куда-то еще, там, в Китай, и там, куда угодно, только не в Россию. Вот, чтобы пошли в Россию иностранные деньги, ну, должны возникнуть какие-то понятные факторы повышения привлекательности России. И поскольку Россию все называют, все считают сырьевой экономикой, то здесь, наверное, как правильно сказал мой коллега, рост цен на сырье может стать таким поводом. Деньги пошли именно в Россию. Пока же мы растем все-таки преимущественно на локальных деньгах. Это деньги тех, кто сидел там в прошлом году в кэше преимущественно. И в декабре боялся фискального обрыва. Сейчас он фискального обрыва не боится и покупает акции. Извини, пожалуйста, он не боится, хотя тоже, наверное, проблема-то не решена на 100%, да? Проблема не решена на 100%, но она, по крайней мере, отодвинута на 2 месяца, и это срок достаточно долгий в текущих условиях. Какое-то время, наверное, мы на этом еще порастем. Хорошо, я согласен, да? Проблемы фискального обрыва отодвинули. А вчера господин Бернанке, точнее, сегодня ночью уже, да, он говорит, что уже проблема... Надо бояться другой страшилки, уже проблема госдолга на повестке дня. Ну, там проблема фискального обрыва, она состоит из двух частей. То есть сокращение расходов и увеличение доходов, что должно позволить сбалансировать бюджет. Соответственно, по поводу налогов они договорились, повышение осталось по поводу размера госдолга договориться, потому что по поводу сокращения расходов они не договорились, и дефицит бюджета нужно как-то компенсировать. Если его продолжить компенсировать за счет наращивания долга, то мы очень быстро упрямимся в потолок. Соответственно, возникает ситуация, когда нужно увеличивать лимит госдолга и договариваться по сокращению расходов. Соответственно, демократы настаивают на первоочередном увеличении потолка госдолга, а республиканцы уперлись и считают, что нужно сначала договориться о сокращении расходов. Вот, в этом сейчас основная дилемма. Ну и я возвращаюсь к тому, есть ли поводы для покупок, да? Я возвращаюсь к тому, что эта дилемма существует, эта проблема не решена, но бояться ее пока не надо еще, да? Поводы для покупок, безусловно, есть, поскольку количество локальных денег, которые меньше ориентируются на фискальный обрыв и на какие-то внутренние факторы, оно увеличилось, скажем так. Конец года, начало следующего, конец декабря, скажем так, он традиционно замечательен тем, что бюджет начинает тратить много денег, в банках появляется много денег. Соответственно, пропадает острый дефицит ликвидности, и банки начинают покупать какие-то активы. Преимущественно, это, конечно, облигации, но часть денег перепадает и на рынок акций. И вот как раз то, что мы наблюдаем сейчас, оно и может, да, как раз быть обусловлено тем, что эта свободная ликвидность, она нашла... Да, именно вот два фактора. Наличие некой ликвидности и то, что не случился фискальный обрыв, соответственно, страшилка ушла. Хоть пусть она ушла на некоторое время, но она ушла. Это то, что спровоцировало покупки с начала года. Насколько они имеют возможность продолжиться, об этом говорить сложно сейчас, да, Олег? Ну, по поводу вот страшилок, о которых говорил Евгений, я буквально два слова добавлю. Извини, пожалуйста, два слова ты добавить не успеешь, но ты сделаешь это чуть позже. Мы сейчас новости послушаем, потом продолжим. Продолжаем эфир. Уважаемые слушатели, на Финам.ФМ сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Традиционно в это время обсуждаем текущую ситуацию на финансовых площадках, говорим о том, что сейчас происходит на российском рынке, есть ли поводы для покупок этого самого рынка. В гостях Олег Кабелев, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Рекомтраст», и Евгений Шаго, глава аналитического департамента, управляющий компанией «Ингострах инвестиции». Олег, перебил я тебя, извини, пожалуйста, продолжим. Ну, вот что касается ситуации в США, да, и как это может плавно проецироваться на ситуацию в России, я буквально два слова хотел бы добавить. Ну, во-первых, что касается истории с фискальным обрывом, вернее, ее, скажем так, затуханием и постепенным переходом в такой отложенный режим. Одна страшилка ушла, но, в общем-то, в США в последнее время довольно активно, такой с завидной регулярностью генерируют эти страшилки. И, на самом деле, вопрос о подступлении, скажем так, лимита по госдолгу, он не менее важен, если не более важен, чем история с фискальным обрывом. И в этом отношении очень характерно заявление господина Бернанки, который сказал о том, что он не знает ни одной развитой экономики мира, где бы существовало такое понятие, как лимит или потолок госдолга. Это намек. Да, это, в общем-то, да, такой был недвусмысленный намек, я бы сказал. Я думаю, что, безусловно, ситуация, которая будет происходить в Штатах, она будет проецироваться на остальные рынки, в том числе и не только на российские, но и на развитые площадки. Во многом, конечно, российский рынок по-прежнему остается в таком, ну, относительно вяло текущем состоянии, благодаря тому, что такое же вяло текущее состояние на нефтяных площадках. Но, вот, отвечая на вопрос передачи, если глобально на него ответить, а в чем же, собственно, повод для покупок конкретно сейчас, то, на мой взгляд, несмотря на внешнеэкономические факторы, несмотря на внешнеэкономические новости, есть конкретные локальные корпоративные идеи по конкретным имитентам, которые носят достаточно, ну, весьма такой долгосрочный характер, которые, собственно, были и в году 2012, и по этим имитентам мы наблюдали рост цен, несмотря на все пертурбации, которые были и в США, и с бюджетным кризисом в еврозоне, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, на мой взгляд, ситуация в США, она, конечно, будет влиять на ситуацию на российском рынке, но, наверное, ближе к тому моменту, когда подойдет вот этот вот период к потолку госдолга, ориентировочно это, я напомню, это 16,4 триллиона долларов, и должно все это начаться, ну, подойти к этому периоду, где-то к концу февраля, начало марта. То есть где-то через полтора месяца, я думаю, мы к этому вопросу вернемся. Но уже немножко с другой позиции. Ну, наверняка с другой, и в этом случае мы говорим, что у нас есть некое время, да, как минимум полтора месяца для того, чтобы отыграть именно корпоративные идеи. Женя, согласен ты, да, что сейчас российский рынок такой узкокорпоративный? Сложно, честно говоря, это как-то комментировать. Дело в том, что я смотрел, ну, я, конечно, так, не мог достаточно подробно это все просмотреть, но смотрел отчетность большинства торгующихся компаний за 9 месяцев по РСБУ. Но МСФО еще не вышло или не вышло везде. Могу сказать, что рост прибыли, рост продаж мы наблюдали только по отдельным, немногочисленным компаниям. Все остальные за 9 месяцев показывали падение продаж, падение прибыли. То есть корпоративных идей, к сожалению, не так много. Ну, я имею в виду, что, да, действительно их, может быть, не большое количество, но они есть. То есть в отличие от ситуации на рынке, там, скажем, середины года, лета, июнь-июля, когда... Я бы даже сказал, в отличие от ситуации прошлых лет, 9-го, наверное, не 9-го, даже 10-го, 11-го года, когда вот год-год наблюдалась хорошая прибавка практически у большинства отраслей. Сейчас мы наблюдаем динамику негативную по большинству отраслей. Ну, вот, если мы, скажем, говорим о бумагах, о голубых фишках, да, на фондном рынке, то, безусловно, там, конечно, не так много компаний могут похвастаться ростом основных финансовых показателей. Ну, я боюсь, что кроме банков вообще никто. Ну, да. И если мы говорим о, скажем, желании заработать именно на российском фондном рынке, тем у нас, как звучит, есть ли повод для покупок. Да, да, зачем нам покупки? Да. Не просто так, чтобы купить. Тут есть дилемма, либо, так сказать, оставаться в бумагах, в голубых фишках, те, которые были куплены, там, относительно давно, в надежде на улучшение финансовых показателей, либо рисковать, избирать спекулятивную, агрессивную стратегию, идти в более-менее ликвидные, вернее, идти в менее ликвидные бумаги, но, может быть, с большей доходностью. Но это всегда выбор перед участником рынка стоит. Конечно, конечно. Вот. Но, тем не менее, я бы все-таки не хотел бы сводить все, как бы, совсем к какому-то пестимистичному ладу. Тем не менее, я все-таки хотел бы отметить, что некоторые российские компании, часть из них незначительная, да, все-таки смогли показать неплохой рост и по цене акций, и по финансовым показателям. Ну, вот, в частности, например, если говорить о конкретных бумагах, очень привлекательно последний, причем не один год это происходит, можно назвать магнит в качестве такого примера, да, ритейли. Компания на довольно-таки вялом и сложном таком рынке умудрилась показать рост стоимости акций почти 60% по итогам 2012 года. В общем, это мало кто из компаний может показать. Ну, это выделяется. Единственное, что вот я с тобой соглашусь, кроме магнита-то еще что-то придет в голову или нет? Ну, а в качестве идеи, которые можно было бы предложить, скажем, крайне интересные бумаги мегафона, например. Вот для меня, честно говоря, было открытием. Я по опыту предыдущих первичных размещений на российском рынке и, кстати, по опыту размещения Фейсбука в Соединенных Штатах, я почему-то ждал, что размещение пройдет по традиционной схеме, когда организаторы довольно щедро нам рассказывают о финансовом положении компании, рисуют ее в абсолютно таких ласковых и прекрасных тонах, после чего в первые дни после размещения идет резкое снижение цены и бумага продолжает оставаться на этих уровнях. Но вот, к моему удивлению, с мегафоном этого не произошло и с конца ноября бумага уже, в общем, довольно-таки неплохо подросла и тем клиентам, которые мы рекомендовали, собственно, покупать эту бумагу практически сразу... Ну, мы не рекомендуем не участвовать в IPO, да, там условия были для миноритариев не самые выгодные, но те, кто послушались, скажем, нашей рекомендации, они, в общем-то, неплохо себя чувствуют именно с точки зрения доходности в мегафоне. Вот, поэтому, в принципе, идея есть. Еще интересен, скажем, вот, в качестве... Да. Прости, пожалуйста, мне любопытно, твоего меня не услышать, а в чем... Почему, точнее, так случилось, да? Вот, действительно, есть традиционно, что на хаях выносят на IPO и потом сразу сливают ее. А здесь получилось не так. Почему? На мой взгляд, здесь две причины. Первая причина, все-таки, если мы, значит, окунемся в историю первичных размещений на российском рынке, то нужно понимать, кто является, в общем-то, конечным бенефициаром этих размещений. Вот в прошлом году было вторичное размещение бумаг Сбербанка. И я напомню, что порядка 85% покупателей на этом размещении представляли отнюдь не Российскую Федерацию. Всего лишь 15% было размещено здесь, на нашем рынке. В мегафоне ситуация была немного иная. Там тоже, конечно, нерезиденты участвовали активно, но изначально это подавалось, собственно, как размещение для внутреннего рынка, по крайней мере, преподносилось. И, возможно, что это послужило фактором номер один. А фактор номер два – это, по сути, отсутствие компаний конкретно в этом секторе. То есть у нас и так телекоммуникационный сектор ликвидными бумагами российский представлен крайне слабо. Если мы возьмем сотовый сегмент, то наша тройка, она, по сути, была представлена только одним игроком, потому что в МПЛКОМ на российских площадках не торгуется акциями. Поэтому, возможно, инвесторы захотели, так сказать, диверсифицировать риски, попробовать себя стать акционером в качестве акционера компании, которая, в общем-то, тоже генерирует достаточно стабильный денежный поток. И с учетом того, что сейчас в сотовом секторе, в сотовом сегменте идет акцент в сторону высокомаржинальных услуг, я думаю, что, в общем-то, те инвесторы, которые участвовали в этом размещении, они как раз на это и ориентировались. Я понял, я понял. И еще, значит, ты хотел пример привести, да, вот этой интересной идеей. Да, еще один, но это, скажем, не пример. Мне думается, так сказать, если я, возможно, свое личное мнение выскажу. Безусловно. Так сказать, с ним можно соглашаться, можно нет, но мне кажется, что вот этот год, 2013-й, может стать годом бумаг Банка ВТБ. Объясню, почему. Значит, мы с вами активно весь 2012-й год наблюдали, как активно торговались бумаги Сбербанка, основного конкурента. Более того, Сбербанк уже довольно давно является лидером по объемам, по оборотам. Можно сказать, что они продолжают активно торговаться и в 2013-м. Ну, понятно, но, собственно, они были подогреты в конце 2011-го года, в начале 2012-го года, в начале активной достаточно экспансии банка. Я напомню, что ряд крупных сделок, в которых участвовал Сбербанк, состоялись в прошлом году. И также приватизацией вот этого пакета акций Центрального банка, да, который должен был быть приватизирован, плюс новость о предстоящем вторичном размещении. Все это, в общем-то, подогревало участников рынка, да, к этой бумаге. Что касается ВТБ, в общем-то, государство примерно в это же время, когда объявило о продаже, о планах по продаже Центрального банка своего пакета, то же самое объявило и в отношении продажи 10-процентного пакета акций ВТБ. На тот момент умы участников рынка были заняты другим, были заняты вот этим вот мини-выкупом бумаг по цене размещения. Если помните, оно прошло достаточно быстро, после того, как президент заявил о том, что, в общем-то, права инвесторов были нарушены, необходимы эти бумаги. Ну, это было сделано. И потом эта новость, она как-то ушла на второй план, замылилась, что называется. Я думаю, что этот год, с учетом того, что бумага колоссально недооценена, я думаю, что может стать годом ВТБ, с учетом того, что Сбербанк уже приближается к моменту, когда бумага может стать относительно перекупленной. Ну, это насколько далеко от 100 рублей? Ну, я думаю, что где-то вот в ближайшие там, скажем, несколько месяцев, еще, наверное, 10-15% от тех цен, которые мы сейчас наблюдаем по обыкновенному бумагу Сбербанка, уже наступит некое состояние, когда инвесторы захотят, в общем-то, диверсифицировать свои вложения. Кто-то захочет рискнуть, кто-то просто захочет пересмотреть свои портфели. И в этом плане, конечно, ВТБ может стать вполне такой неплохой альтернативой. С учетом того, что ресурсы у банка, конечно, не такие, как у Сбербанка, да, Сбербанк это вообще отдельный элемент нашей банковской системы. Но, тем не менее, доступ к фондированию у банка тоже достаточно льготный, по сравнению с другими банками нашими. Поэтому, я думаю, что вполне возможно, что мы увидим ВТБ одним из наиболее растущих бумаг на нашем рынке в 2013 году. Я понял. Ну что ж, вот уже несколько идей. Замечательно, времени не так много осталось. Жень, я хотел бы вернуться к разговору о том, как взаимосвязан российский рынок акций с ценами на нефть и что, собственно, могло бы подтолкнуть, я не знаю, в какую сторону, но стоимость нефтяных контрактов и... Стоимость нефтяных контрактов толкает ту или иную сторону только какая-то ситуация на Ближнем Востоке. Исключительно, да? Ну, резкое движение может произойти исключительно по этой причине. То есть, все остальные... Сейчас существует некое перепроизводство нефти, скажем так. То есть, потребление нефти падает. Существует перепроизводство нефти и, соответственно, необходимости в таком количестве нефти просто нет. Поэтому в ближайшее время подтолкнуть нефть вверх может только обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я понял. Сейчас давайте прервемся, еще раз послушаем новости, потом... Итак, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам-ФМ. Сегодня обсуждаем текущую ситуацию на финансовых площадках и задаем себе вопрос, есть ли возможность, есть ли смысл, есть ли повод для того, чтобы потихонечку подбирать уже бумаги с отечественного рынка. Напомню еще раз в гостях сегодня Олег Абелев, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании RecomTrust. Евгений Шаго, глава аналитического департамента управляющей компанией Ингострах Инвестиций. 18.31 в Москве американские рынки открылись. Открылись небольшим снижением, в частности, в моменте я наблюдаю 0,06% теряет Dow Jones и примерно 0,1% и 0,05%. Но понятно, что это всего лишь открытие. Открытие не слишком драматичное. Посмотрим, что будет происходить дальше. Кстати, в разговоре о том, что происходит сейчас, вот я, например, могу сказать, что продолжается снижение на отечественных площадках. Индекс РТС уже ниже горизонта, почти на процент. Также чувствует себя ММВБ и усилилась падение. Ну, не шибко, но, тем не менее, продолжается падение в голубых фишках. Возвращаемся к разговору, Женя. Итак, еще раз я сформулирую этот вопрос, хотя, я понимаю, ты его услышал. Что может, да, стать основным драйвером для того, чтобы нефтяные контракты, ну и как, по вашему мнению, я это понял, исключительно, да? Ну, или там... Ну, чтобы было быстрое какое-то движение в нефтяных контрактах, должны просто резко снизиться поставки нефти на рынок. А это можно обусловить только вот геополитическими факторами. Да. То есть, другой фактор, который влиял раньше на нефтяные котировки, это объем эмиссии ФРС денег. То есть, ну, сейчас это, наверное, уже не актуально, поскольку ФРС так печатает деньги. Вот, то есть, здесь может сыграть только в обратную сторону, если они прекратят их печатать. Ага. Вот, кстати, я последнюю, да, новостную ленту читаю, последний событий. Президент ФРБ Бостона привел аргументов в пользу количественных смягчений. Президент ФРБ Миннеаполис призвал к расширению программы количественных смягчений. Нет, то, что они будут продолжать печатать деньги, это очевидно, потому что, ну, сейчас нет никаких причин сворачивать эту программу. То есть, инфляция у них низкая, вот, экономика растет медленно. Ну, хотя последняя статистика говорит о том, что темпы восстановления, они несколько ускорились. Вот, но до того момента, когда инфляция, пока инфляция не скакнет, они, наверное, будут придерживаться вот этой сверхмягкой, скажем, денежно-кредитной политики. Ну, а это в результате, да, приводит, прежде всего, к ослаблению доллара США, к росту... И к росту всех остальных активов против доллара США, в том числе нефти, золота и акций, развивающихся рынок. Ну, вот, как повод для покупки на отечественном рынке. Ну, дело в том, что как раз, что отечественный рынок, он не воспринимается инвесторами как приоритет. Вот в чем проблема. Деньги идут везде по миру, куда угодно, но не в Россию. Вот, что является причиной, и как это можно изменить, но причину, наверное, нужно искать в себе. В себе? Это ты к рынку обращаешься сейчас, да? Это я обращаюсь, ну, да. К правительству Российской Федерации. К правительству Российской Федерации, к Дмитрию Анатольевичу Медведеву, скажем так. Персонально. Да, Олег. Ну, я тоже несколько мыслей. Во-первых, по поводу рынка нефти, я абсолютно согласен с коллегой о том, что преимущественно только какие-то геополитические события могут повлиять на изменение цены на нефть. Если раньше, помимо объема эмиссии ФРС, еще как-то влиял объем запасов этой самой нефти, нефтепродуктов в США и действия поведения картеля ОПЕК, то сейчас, по сути, картель себя дискредитировал тем, что он довольно долгое время уже сам, по-моему, не знает, какой объем он добывает фактически. То есть, ну, может, некоторые люди-то и знают, но фактически то, о чем объявляется с точки зрения объемов выпуска и фактическая величина добычи, они могут довольно серьезно не совпадать. Поэтому этот фактор тоже уже довольно давно решающим не является. Это первое. Второе момент, что касается проблемы, почему же, собственно, капитал идет куда угодно, но только не в Россию. Нет, почему же в Россию капитал идет, но капитал идет какой? Если мы говорим о том капитале, все-таки какие-то сделки на российском рынке совершаются, это капитал короткий, это капитал спекулятивный. Преимущественно. Я бы заметил, что его очень мало все-таки, вот по сравнению с остальными рынками. Безусловно. Ну, поэтому у нас, если мы посмотрим на изменения и объемы торгов российского рынка, да, за последние месяцы, это, собственно, и будет доказательством слов моего коллеги, что его крайне мало. Чтобы резко изменились, может даже не резко, но в течение какого-то периода изменились объемы торгов, изменилась привлекательность российского рынка, нужно, чтобы на рынок пришли деньги инвестиционные, скажем так, длинные. В свою очередь, отвечая на вопрос, а что же должно послужить причиной прихода длинных денег, то, безусловно, структура экономики, ее диверсификация, с учетом того, что у нас 75% объемов приходится на несколько бумаг, которых можно посчитать по пальцам одной руки, а порой и вообще до 90% объема. Ну, говорить о каком-то длинном капитале не стоит. То есть инвесторы иностранные, фонды крупные, которые тоже занимаются диверсификацией своих вложений, рассматривают российский рынок как нечто экзотическое. Вот, так сказать, есть возможность инвестировать, а оставшимися двумя-тремя процентами средств фонда, активов под управлением, ну, мы, так сказать, инвестируем в какие-то там бумаги на российском рынке. Но не более того, вот в чем корень, на мой взгляд. — Ну, и тогда в этом корень я с тобой соглашусь, а, собственно, что нужно сделать, да, кто может каким-то образом ситуацию-то изменить? — Ну, это все из области научной фантастики, на самом деле, как можно изменить ситуацию. Вот Дмитрий Анатольевич как раз очень много говорил о диверсификации, инновациях, модернизации. К сожалению, все это так и осталось словами, вот, но в случае реализации, наверное, этого, как бы ситуация, наверное, немножко бы изменилась. Тут, наверное, нужно смотреть на фактор рост, темпов роста внутреннего рынка, то есть темпов роста экономики. Сейчас экономика России растет, там, меньше 4%, вот, это такой уровень роста, ну, характерный, скорее, для развитых стран, чем для развивающихся. — Ну, это очевидно, но, с другой стороны, мы показываем темпы роста, которые развитые страны сейчас просто не могут по определению показать. — Но дело в том, что развитые страны, почему не могут в США, последняя цифра, по-моему, 3,1, что ли, ВВП. То есть сопоставимы абсолютно цифры, но дело в том, что в США мы имеем прозрачность, мы имеем ответственность перед акционерами, вот, в России мы ничего этого не имеем. В России это черный ящик. Положил туда деньги, а что ты оттуда вытащишь, неизвестно. Вот, и при одинаковых темпах роста, какова вероятность, что инвестор выберет Россию? Никакой. Вот, собственно, так и происходит. — Не, ну, в любом случае... — Да, нам нужно либо увеличить темпы роста, ну, я не говорю до уровня китайских, а до уровня хотя бы наших предкризисных, там, 7-8, ну, что-то в этом роде. Ну, хотя сейчас китайские темпы такие же. Вот, либо нам нужно повышать прозрачность. — Прозрачность экономики-то имеется в виду, да? — Да, то есть это уровень раскрытия информации эмитентами, уровень ответственности эмитентов перед миноритариями и так далее. Но, боюсь, что и тот, и другой путь он сейчас из области научной фантастики. — Я понял. — Ну, я, так сказать, несколько слов просто хотел добавить в отношении поведения инвесторов. Если мы говорим о факторах, которые могли бы их заинтересовать на российском рынке, согласен, что, наверное, сейчас структура экономики, она как раз и является основным препятствием. Ну, если говорить, отвечая на ваш вопрос, что же можно сделать, ну, по крайней мере, попытаться. Ну, понятно, что сейчас основной локомотив вообще движения экономики — это сырьевые отрасли, все, что связано с природными ресурсами, полезными ископаемыми и так далее. Там, где нет высоких переделов, там, где не создается высокая добавленная стоимость. Ну, по крайней мере, при тех объемах денежных, свободных денежных средств, которые сейчас имеются у российских крупнейших нефтяных компаний, а некоторые российские нефтяные компании по ряду показателей не уступают, в общем-то, ну, или находятся на одном уровне с мировыми, начинать какой-то, делать первый скромный шаг в сторону вот этих вот так самых, я не буду говорить этих приявшихся слов, инновации, модернизации, но, по крайней мере, к началу производства хотя бы нефтепродуктов с высокой добавленной стоимостью, а не как сейчас получается, что мы добываем сырую нефть, экспортируем ее, высокая добавленная стоимость создается за рубежом, и мы потом импортируем, собственно, эту нефть в Россию и удивляемся, почему у нас бензин стоит на уровне некоторых стран, где нефти нет вообще, а у нас ее больше всех в мире. Это первый момент. И второй момент, когда мы говорим с вами о таком понятии, как инвестиции, любые инвестиции, мы должны понимать, что помимо прозрачности, о которой говорил мой коллега, я с ним, кстати, абсолютно согласен, что без, скажем, единых стандартов отчетности, без единых стандартов представления финансовой информации, говорить о тех стимулах, которые могли бы заставить инвестора что-то приобретать в России, по крайней мере, странно. Так вот, помимо этой прозрачности, нужно еще и помнить, что есть такие вещи, как обычаи делового оборота, которые тоже не стоит сбрасывать со счета. Еще раз, это обычаи делового оборота, то есть некое, скажем так, понятие, как ведется бизнес, как работать, как действовать, как взаимодействовать друг с другом и с точки зрения физических и юридических лиц в данной конкретной стране. Пока, а это, кстати, является следствием той самой прозрачности, о которой говорил мой коллега, пока инвестор не понимает, как это можно делать, ну, так сказать, говорить о том, что может что-то сдвинуться с мертвой точки, вряд ли возможно. Но по мне, все-таки, начинать надо именно с нефтяного сектора, поскольку, ну, так сложилось, что, так сказать, мы уж сами себя на эту нефтяную углу посадили в 70-х годах в советское время и до сих пор, в общем-то, не сидим. Ну, значит, надо как-то этот фактор использовать в качестве отправной точки, потому что иного пути, на мой взгляд, нет. Сами по себе инновации, модернизации в области высоких технологий, биотехнологий, микроэлектроники, они сами по себе на пустом месте не появятся. Ну, никакой крупный мировой производитель, никакая транснациональная корпорация технологий просто так не отдаст. Либо это будет захват рынка, либо это будет утечка капитала. Имеется в виду, ну, не только финансового, но и интеллектуального. Вот и все. Вот и все, да. Все вроде бы просто, да, но абсолютно. Мне понравилось, значит, по поводу правил ведения бизнеса, как ты назвал это? Обычаи делового оборота. Кстати, в каждой экономике есть обычаи делового оборота. Ну, есть ряд стран, скажем, европейских, да, Западная и Западная Европа, развитых относительно рынков. Есть, скажем, североамериканский стиль, есть азиатский стиль. Я бы не стал его делить прямо по каждой стране, но по регионам они, конечно, безусловно, присутствуют. А у нас его нет вовсе, или мы пытаемся его, как всегда... Он у нас какой-то такой, знаете, представляющий симбиоз сплав, значит, азиатских обычаев. Что-то мы пытаемся перенять из европейских обычаев, но, безусловно, все это накладывает отпечаток на реальность нашу деловую. Согласен, безусловно, накладывает отпечаток, но опять винить-то мы никого не можем в этом случае, потому что так случилось, что мы, ты видишь, на границе Европы и Азии. Абсолютно не обвиняю. Я просто говорю, что нужно их учитывать и использовать их сильные стороны в создании условий для привлечения капитала. Вот о чем идет речь. Тут уж, как говорится, это данность. Это нехорошо и неплохо. Совершенно верно, да. Тут как бы плюсов-минусов мы не ставим. Но вот именно в этой данности, может, мы... Да, проблема-то именно в этом. Мы находимся посреди Европы и Азии. Мы можем как сформулировать. Одна из причин. Я бы не сказал, что вся проблема в этом, но одна из причин. И причем она не только в руслях экономики. Это культурологическая такая проблема. Ну, это все взаимосвязано, в принципе, поэтому... Конечно. Значит, я... Осталось немножко времени до следующих новостей. Я проанонсирую, да, и, собственно, продолжается падение на американских рынках. И Dow Jones и S&P 500 уже... Уже, да, гораздо глубже в ватерлинии. Значит, Dow Jones 2,1% теряет S&P 500 и 3,1%, Futures 3,5%, 10%. Ну, в общем, сейчас слушаем новости, потом продолжим. Ну, что же, осталась последняя часть нашего эфира. Сухой остаток на Финам-ФМ. Продолжаем разговор о текущей ситуации на финансовых площадках. В частности, вот мы немножко посетовали на то, что вот такая у нас история с российским рынком акций. Ну, действительно, я с вами согласен. Более глобальные причины для этого. Отсутствие идеи – это не просто отсутствие идеи, а это еще отсутствие каких-то более существенных моментов, которые не дают возможность притекать деньгам. Ну, тем не менее, продолжим разговор. И сейчас у меня традиционные вопросы по поводу того, как будет вести себя рубль в кратко-среднесрочной перспективе, учитывая, что он продолжает укрепляться весь конец прошлого года и практически всю первую неделю, торговую неделю. Годы этого сейчас торгуются на валютной секции ММВВ пара доллар-рубль по 30.27. Кстати, вот в связи с тем, что мы видим некую коррекцию, ну, или, по крайней мере, понижательное движение на фондовом рынке, рубль тоже слабеет. А сегодня в первой половине дня он опять вплотную подходил к 30.20, даже там чуть ниже. Ну, так вот, вот эта тенденция, да, Жень, вот эта тенденция укрепления рубля, во-первых, в чем ее причины, во-вторых, насколько долго мы можем ее наблюдать? — Причин здесь две, наверное. Во-первых, стабильные цены на нефть, во-вторых, это некий приток капитала в Россию, но это капитал не тот, который идет на рынок акций, а тот, который идет фикс-динком. То есть на рынок акций этот капитал не попадает. Если посмотреть на рынок фикс-динком, то в конце прошлого года очень сильно выстроили ОФЗ. Соответственно, ставки в нашем фикс-динком, они заметно выше, вот просто очень сильно выше, чем стоимость... — Несравнимо выше. — Несравнимо, чем стоимость денег на западных рынках. То есть если там стоимость денег — это десятая доля процента, то наши инструменты с фиксированной доходностью дают 7-8 до 10% годовых. Соответственно, капитал идет в Россию, в российские облигации, в депозиты, а вот за счет этого создается некое давление на рубль. То есть не резиденты берут доллары по дешевым ставкам, продают их за рубли, рубли вкладывают в российский фикс-динком. Соответственно, тенденция-то и есть. Сейчас она подкрепилась еще тенденцией увеличения расходов бюджета. Соответственно, в банке попала некая ликвидность из-за этого. То есть фикс-динком выглядит достаточно привлекательно на ближайшие несколько месяцев. — То есть первый квартал, ты считаешь, что тенденция может продолжиться? — Первый квартал, да, фикс-динком может расти, и, соответственно, нерезиденты идут фикс-динком, и за счет этого растет рубль. То есть тенденция роста рубля, она сохраняется, пока признаков ее перелома нет. ЦБ, в частности, пытался держать, по-моему, 30,5 уровень, но вчера он с этого ушел. — Ну вот 30-20 — такое впечатление, что он там что-то интервенит потихонечку. — Да, вот были три дня интервенции, первые три дня торгов, сейчас вот ЦБ ушел. Соответственно, рубль укрепляется дальше. — Ну и потом рассчитывать особо, да, Олег, на ЦБ мы уже не можем? — Но ЦБ, он не является определяющим для рынка, то есть он на некоторых уровнях просто подает или покупает тот некий объем валюты. — То есть это не полноценная валютная интервенция, да? — Нет, он не ставит задачи держать какой-то уровень, он просто сглаживает колебания, скажем так. — Олег, что это в отношении рубля? — Ну, в отношении рубля, наверное, я также придерживаюсь позиции того, что в ближайшие несколько месяцев вряд ли рубль будет сильно изменяться по отношению к основным валютам. То, что он будет ослабляться, тоже, мне кажется, вряд ли. Причин, на мой взгляд, основных этому две. Первое, мы видели в течение второй половины 2012 года колоссальное сокращение денежной массы, изъятие пользы федерального правительства денежных средств, соответственно, спрос на рубли увеличивается, он по всей видимости будет увеличиваться, и окончание каждого налогового периода, квартала, месяца, там, для каждого участника рынка по-своему, оно будет провоцировать рост спроса на рубли, соответственно, курс рубля будет на этом фоне расти. И второй момент, если мы говорим о Центральном банке, безусловно, мы видим, что, может быть, Центральный банк, кстати, сегодня на своем заседании он дал понять, он был бы и рад немножко снизить ставку, но в силу того, что инфляция достаточно высока, а я, кстати, напомню, что, согласно официальным данным Росстата, за первую неделю года на ряд некоторых продовольственных товаров инфляция составила уже 3,5%. Это, в общем, заставляет задумывать Центрбанк о том, а стоит ли вообще снижать ставку. Понятно, что при этой политике, которую Центрбанк выбрал, и сегодня объявил о том, что в ближайшие несколько месяцев ставку трогать он не будет, курс рубля вряд ли, конечно, будет тоже снижаться. Это еще одна причина в пользу его достаточно стабильного состояния. С технической точки зрения, если мы посмотрим на график, скажем, рубль-доллар, то диапазон 30-30,5, он держится уже достаточно давно. Но и вот это вот действие Центрального банка, о котором говорил только что коллега, то, что он проводил некоторое время интервенции и потом ушел, он как раз свидетельствует о том, что резких движений Центральный банк пока делать не хочет, в силу того, чтобы это не привело к искусственному дефициту спроса на рубли, и к тому, чтобы это не привело к более сильным темпам инфляции. В общем-то, несмотря на официальные цели, которые прописаны в уставе Центрального банка, где говорится, что цель является поддержание курса национальной валюты, Центральный банк, уставив своего председателя, господина Игнатьева, неоднократно говорит о том, что основная цель, это все-таки уровень инфляции. Именно на это сейчас Центральный банк ориентируется. Не знаю, что будет в дальнейшем, как говорится, экономическая жизнь покажет. Но пока я думаю, что вот такая картина. Я понял. Хорошо. Ну, если не возражаете, поскольку мы уже затронули разговор о курсах, курсах валют, если не возражаете, у меня вопрос в отношении Банка Японии, все-таки, да, последние несколько дней, или, может быть, начиная еще с декабря месяца, после того, как прошли выборы в Японии, сменился, ну, достаточно серьезно, сменилась и политическая, и экономическая, да, соответственно, программа. Вот мы сейчас ждем 20-21, 21-22 февраля, да, заседание Банка Японии, на котором уже, я так понимаю, эта программа будет более-менее сформулирована. Но ожидания такие, что японские власти будут нацелены на либерализацию, да, на ослабление японской иены, на целевой уровень инфляции, такой не совсем похожий на японский, в районе 2%. Ну, здесь, скажем так, на мой взгляд, Япония уже последние лет 20 ходит между Сциллой и Харибной, если можно так выразиться. Значит, в роли Сциллы выступает дефляция, которая последние десятилетия, в общем-то, имеет место быть, и это тоже далеко не самое позитивное явление для экономики, поскольку это... Для любой экономики. Да, это дестимулирует, скажем, в некотором роде и производителей, это дестимулирует и экспортеров в некотором роде. Это с одной стороны, и, так сказать, борясь с дефляцией, Банк Японии, понятно, вынужден идти на ослабление курса иены. А в роли Харибды это структура японской экономики, в общем-то. Японская экономика, экономика экспортная, да, она экспортно ориентирована, и, скажем, в отличие от экономики Китая, которая постепенно, пока не сразу, не быстро, но там с каким-то определенным временным лагом пытается менять структуру свою, да, вот экспорт ориентированный делает, скажем так, кивок головой в сторону внутреннего, неудовлетворенного платежеспособного спроса, который пока еще только формируется. В Японии этот спрос давно уже сформирован, структура экономики сформирована, и резкое ослабление курса иены, как одного из способов борьбы с дефляцией, приведет к тому, что выручка экспортеров, а это локомотивы, по сути, японской экономики, может существенно снизиться. Именно эта проблема, которая стоит перед Центральным банком Японии и перед новым правительством, кто бы его ни возглавлял, она, собственно, и руководит, скажем так, мыслями и действиями каждого нового главы Центрального банка страны. То есть понятно, что там менять структуру экономики никто не будет, потому что это никому не нужно, собственно, ни в самой Японии, ни в основных странах-импортерах, а, так сказать, вот небольшое такое регулирование денежно-кредитной политикой, оно, возможно, и оживит экономику, немножечко, так сказать, уровень дефляции снизит, но я думаю, что эта проблема, она в ближайшее время так и будет оставаться одной из важных, наряду, кстати, наряду еще с одной соотношением госдолга ВВП, порядка 220%, я напомню, это показатель, если не самый высокий. Вот эта проблема, она, на мой взгляд, такая вялотекущая будет для Центрального банка. То есть то, что мы сейчас говорим об ожиданиях, да, в любом случае это не решается. Ну, может быть, мы услышим об ослаблении курса иены, но вряд ли это будет сильное ослабление, это будет такая выдержанная линия на тотальное ослабление своей валюты на протяжении долгого периода времени. Скорее всего, это будут какие-то точечные меры Центрального банка. Жей. Тут я бы хотел добавить, что проблема госдолга Японии, это такая проблема, которая вроде бы не существует, потому что должны они сами себе, по сути. То есть это не внешний долг, это внутренний долг Японии. Но есть нюанс, то есть долг этот может существовать только в условиях очень низких процентных ставок, которые есть в Японии. Если они разгонят инфляцию, соответственно, поползут вверх процентные ставки. В этих условиях Япония не сможет обслуживать этот долг. То есть это изначально утопическая программа получается? Она не изначально утопическая, но она очень опасная. То есть они пытаются девальвировать иену, соответственно, не девальвировать в нашем понимании, а просто ослабить иену. Но если это разгонит инфляцию, это будет очень опасно. Но причем все-таки как раз задача такая ставится. Не случайно 2% уровень инфляции. Традиционно еще уровень инфляции, если мы, скажем, будем рассматривать вообще хозяйственную экономическую деятельность в структуре японской экономики, она рассматривается самими японцами и японскими участниками рынка как крайне такой важный креугольный показатель. То есть восприятие инфляции, скажем, в США, в еврозоне, в Японии, оно разное. То есть если в США, скажем, участники рынка готовы работать и функционировать эффективно при уровне инфляции 2-3%, то в Японии уровень 2-3% инфляции это довольно-таки... Катастрофа уже. Нет, я бы не сказал так громко, но это, в общем, довольно-таки мощный повод для того, чтобы напрячься, я бы сказал так. И поэтому, когда страна живет почти десятилетия, может быть, даже больше в условиях дефляции, это будет тоже неким ударом для восприятия со стороны участников рынка. Совершенно верно. Я понял. Друзья мои, время заканчивается. Значит, во-первых, спасибо огромное, что вы сегодня в студии. Напоминаю, в гостях Олег Абелев, руководитель аналитического отдела инфляционной компании RecomTrust и Евгений Шаго, глава аналитического департамента, управляющий компанией Ингон Страх Инвестиций. Спасибо вам за то, что вы сегодня пришли. Уважаемые слушатели, я напоминаю, тема сегодняшней программы «Если поводы для покупок, то вот как выясняется, поводы для покупок всегда есть. Надо просто найти эту самую нужную покупку». А для этого и существует программа «Сухой остаток». Я прощаюсь с вами. Спасибо вам огромное за внимание. Успехов на рынке. До свидания.